всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так забираем свои награды три дня друзья мои не было меня в игре на то были свои причины но теперь должно быть все нормально правда завтра мне опять же арбайт им так что сегодня крайний выходной ладно давай посмотрим что у нас тут пройдите испытаний быстренько думаю пробежим сейчас я не знаю как мы будем повышаться в лиге вот если честно столько времени уже упущено так подожди я что-то не могу понять а ну все давай возьмем левого армагона кожеголового возьмем кренга и возьму еще сюда шреддеры вот такой команды я хочу поиграть ну конечно же команда состоящий из самых сильных персонажей поэтому я и хочу поиграть но хан да ладно помимо хана счете сосунки начат начинают ходить первыми сфигали баня-то сгорела вот объясни мне ну-ка ракеты хана как будто здесь и не было вообще ну что с этими мартышками мы разобрались двигаемся дальше и тут у нас скрип плюс змея карай деканами криповскому сейчас сделал удар хвостом так лево наверно будет у нас хилять команду нашу скорее всего так придется сделать слушай вы не оборзели там а ну-ка надеюсь постепенку повесишь красавчик так вы я хотел хильнуть я хотел хильнуть так у них еще броня и смотрю стоит то есть сейчас они урона то и не получат просто мы снимем броню нет крип упал карайка тут выпендривается стра а ё-моё я думаю чё такое то почему у нас хил ты не прошел у нас блокировка стоит прикинь твою я даже не обратил на это внимание вот это жесть просто хилку выкинули в трубу по-другому это не скажешь от леонардо зашибись это ж надо было такое сделать а погорячился я ну ладно главное что мы прошли заберем здесь награды так и пойдем наверно качать нашего рафаэля так рафаэль нам нужно вот это вот птицеморф прокачивать для этого нам нужны наушники последние так нашли и а 8 пультов так один нашли 2 5 не то 3 пульт ну что третий пульт вот четвертый 5 6 7 и последний тогда получается 8 все 8 пультов нашли прокачиваем до третьей ступени замечательно забираем два задания поднять уровень персонажа сколько у нас там мутагена 16000 по моему маловато там надо 18 для 18 почти 19 ну что арена нам в помощь но сначала конечно же заберем наши жетоны 250 штук мы тогда насчитывали да за один сбор в данный момент у нас 400 там 454 50 это получится ну что получится около 700 там точных 400 да почти 500 друзья слушай возможно мы даже сейчас сможем прикупить три дынка и кто-то мне сказал проходить события на усаге там у нас может быть фармится этот скажи я скажу уроков я если честно не особо помню чтобы на усаге руку фармился но я знаю точно что где-то он должен фармиться он в этих подожди-ка ну да битва мутантов он там фармится у нас где и пит роквелл кто там у нас еще что там у них за команда там же он них гоупит а вот роквелл ну и роквелл естественно тоже там же надо короче глянуть посмотреть если он действительно фармится то есть смысл конечно же есть смысл его фармить но он по моему там самым последним будет а это говорит о том что дофигища нужно будет проходить а это очень много сыра тратить надо как-то так ладно ребята все жетоны мы забрали давай посмотрим сколько у нас по общему количеству 725 ну-ка глянем в предметах да вполне хватает ну что же давай берем итого 74 днк и 100 ну что теперь турнирная арена как ты видишь лига самураев две звезды вот так вот меня скинули очень-очень низко как я теперь буду подниматься не знаю с этими еще рабочими графиками работа не даст мне нормально как говорится поиграть ну поехали ладно докуда дойдем до тут дойдем лет давай кто-то говорил что рэй прокачивай и пилку на еще в принципе тоже неплохая но все таки наверно борща склоняюсь к пиццелицам у почему потому что у него две массовые атаки да у него две массовые атаки а нам чем больше массу тем лучше но но хочу подчеркнуть ребята что не все бойцы имеющие много массовых атак хороши у нас есть такой типок звать его джастин у него две массовые атаки запах изо рта и разбрызгивание слизи вроде бы да две массовые атаки но они ни о чем просто ни о чем и самым по себе ватник еще тот и ватник и инициативы у него нету то есть я хотел и думал что он хотя бы на сотке будет будет из себя что-то как бы сказать изображать для какого-то бойца нет он как был ватник изначально так ватником он и остался и хоть ты ему там до 6 хоть до 7 уровня прокачиваем и скиллы все равно он будет сосунком и вот я боюсь как бы специалистам такого не получилось хотя хотя тебе скажу мы пробовали у него его массовые атаки и я тебе скажу что даже на той фазе прокачки на которой он сейчас находится они довольно неплохо себя проявляет то есть дальше должно быть по идее только лучше так что есть на резончик прокачать все-таки пиццелицевая на ребята вы можете проголосовать в комментариях за или против ну конечно под этим видосом не получится потому что youtube как всегда сделает этот контент для детей в контенте для детей запрещены ребята и комментарии все там запрещено понимаешь вот это не я делаю это youtube так он видите ли определяет мой контент как детский и ставит его в ограничения в такие так ну что давай у нас ранг 30 видимо и нам надо еще ну тут мы добираемся тобой до лиги самурай в три звезды я не знаю мы дойдем сегодня например до ну хотя бы до сегунов две звезды было бы уже неплохо но судя по тому как мы продвигаемся очень медленно шансы наши малые так сегодня еще наверно будут драконы в санике олуха друзья посмотрим что у нас там стикманах появились новые уровни или нет так ну что если сделаю крик души а замедляха сработала на всех кроме рафаэля рафаэль и жучар еще тот давай-ка сюда попробуем нет он его не добил а почему такие слабые у нас 56 уровень да у них 45 и все ребят мы как-то нет не справляемся а если даже исправляемся то у нас очень как-то медленно все идет так вытянули жизнь этого добили даже клоняне не помогло кстати можно было бы немножко другой удар сделать прыжок вот этот тут сверху а если так чай был вообще мимо но у него уклонение стоит понятно все равно моему пробили его уклонение так и двигаемся дальше смотрим какую позицию займем 15 то наверное 10 то есть 20 ступенек пока еще пролетаем пока еще пролетаем на уровне конечно здесь 45 даже полотенника еще нету и скорее всего долго еще не будет пока мы не перейдем новый дивизион ничего здесь не будет так дебаф начинаем с дебафа вот в этой команде да ребята вот тут массовых атак вообще мизер вот у нас у кирби так давай-ка мы на бакстер попробуем ушатать не вышла у тебя парень а если я ускорю свою команду должно же это как-то вам помочь минус так этот уходит в тени в уху в невидимость пускай там и сидит крис брэдфорд да прапал их всех а если караки влеплю вот так вот контратака у нее на делаем отхил так иммунку я думаю что иммунка пока нам не нужна вот надо леонардо теперь пытаться как-то шваркнуть потому что он сейчас делает свою массовую атаку может сделать на готов козырный удар брюс ли был только что ну-ка пробьешь молодец и тогда оглушение получил оглушение и добиваем скорее да ё-моё ну бьёшь-бьёшь-бьёшь-бьёшь а ему все равно сделка с гуся вода скажем так но не думал что буду радоваться лиги самураем 3 звезды ребят но факт налицо давай-ка я попробую сейчас да нет скорее всего 1418 это максимальный предел для меня ладно придется с этим согласиться но и я тогда буду ребята ускоряться я буду ускоряться для чего для того чтобы во первых нам пройти как можно быстрее все это да и во-вторых чтобы это все было без потерь то есть леонардо естественно одного здесь быть достаточно чтобы ушатать всех и соответственно моя вся вот эта команда пойдет вперед так 72 место что-то жиденько как-то 15 19 давай возьмем маком на я думаю что для 48 уровней будет его достаточно для 50 но заметь как мы идем медленно а значит в чем потому что уже неделя практически закончилась уже все сидят на своих местах закрепились за ними и нам просто приходится через вот эту вот бронебойную стену пробиваться если бы мы с тобой каждый день играли бы мы бы как бы нашли своей чередой а здесь вот именно приходится пробиваться потому что ниши заняты хоть у нас и сильные как говорится бойцы но им все равно приходится немножко сложновато для этого я и беру высокоуровневого бойца чтобы он как бы помогал нам быстрее продвигаться и дело еще в том что так как у них уровень маленький нам за это дают очень мало наград как бы прибавка найдет за пять персонажей но именно сама накрутка идет слабенькая так сейчас мы нужно в принципе должны скоро перебраться в лигу сегунов сейчас ребят на втором канале что-то так плотненько подсел на этот на последний оплот игруку просто тут собирался ховард начать проходить но этот последний оплот меня просто зацепил я все выходные ребятам просидел все выходные просидел все это прокачка прокачка прохождение всех одних и тех же уровней конечно да прикольная игруха мне понравилась но очень уж долгая поединке конечно жесткий и у меня взбезил как меня на второй карте босс опрокинул просто прокинул как сосунка поэтому теперь я там буду прокачиваться и уже очередная серия будет когда я прокачаюсь и наваляю этим сосунком по полной программе так ну что давай сделаем дурачков призовем пускай прыгать на них так шинигами об но она могла бы лучше бы конечно сделать вот если она кусает ну в принципе он как бы есть вампирик но что-то делаешь что ты делаешь кирби хотелось бы чтобы она восстанавливала себе еще здоровье если например отнято у нее так минус донателло да ладно шабеллер не смог пробить какого-то кирби ну что переходим или нет да ребята лига сегунов пока одна звездочка ну наверно сегодня на одной звездочке мы и останемся так я беру маузеров раз два три четыре ну ка погнали бамс с одной плюшки вынесли всех так продолжаем 80 позиция здесь у нас давай вот эту команду возьмем я думаю здесь кожа голову тихо майки не лезь а тут все тут 70 уровней все можно не брать самых мощных семидесятники в любом случае здесь порвут даже сами по себе без какой-то там помощи блин неужели до двух звездочек не дойдем походу не не получится у нас не хватит бойцов и все время зажимает опять 15 19 дайте уже 15 23 16 20 20 сколько там вас должно быть чего все жметесь-то жмуны по-другому не называть вот так беру донателло ну и вот этот поехали так сюрикены все этого хватило блин вот тимати тоже ребята вот он как танк я не знаю он не особо мне нравится он правда не особо прокачан вот но у него нету хороших атак понимаешь если у рахзара хоть есть какие-то мощные таки то у тимати их нету это только бежать удар с разбега где он там спотыкается но не знаю он в основном бафает танцует с флажками и делает баф не нравится мне вот карайка да хороша если ее еще прокачать на сотку я думаю будет вообще топ но она уже у нас в платиновой ранге поэтому естественно ее мы не рассматриваем змея карай помню еще давно мне писали рэй прокачать змею край ну друзья мои она не особо сильная и тем более у него одна всего лишь массовая атака крик души которые просто делает замедление то есть дебаф на замедляшку все я действительно думаю что надо рассматривать скорее всего пиццелицева либо кунаичи как-то вот среди этого контингента да у кунаичи один удар я не спорю но он очень сильный удар массовый когда она вырабатывает электрический шок этот и бомбит по всем она мне сразу почему-то напоминает из дракона всадники олуха и был такой дракон как же он звали то по моему дагур электрический когда у него накапливалась там ульта и он бомбил электричеством он наносил просто неимоверный урон я его всегда боялся поэтому всегда его в принципе стараюсь первым уничтожить и вот здесь вот у кунаичи это типа так такого же она накапливает этот удар и потом высвобождает всю эту электрическую мощь на нас но по-моему у нее не просто удар дебафов они на никаких не вешает так ребят ну что это у нас получается последний поединок на арене давай сделаем так сейчас посмотрим что у нас там еще по этим по жетонам по событиям идеальная победа так сейчас мы ага мы все-таки успели друзья дойти до лиги сёгунов две звезды это прекрасно но не закрепились так рафик давай-ка мы тебе поднимем левел 79 еще один и будет он 80 уровня так забрали здесь награды так в магазе подожди какой магазин до начала два дня так ребят секундочку как-то до начала два дня я не могу понять у нас сегодня вот я взял телефон четверг какие два дня то вы чё ребят напишите в коментах у вас также или это только у меня так показывает что-то не врубился какие два дня четверг скоро скоро конец недели они чё собираются запускать события в субботу что ли она всю жизнь открывалась в пятницу всю жизнь сколько я помню сколько я играю в эту игру это событие открывалась в пятницу а тут два дня ну да в субботу счет они по моему перегрелись малька ладно я тогда ребят жетона здесь на фармлю сколько 200 штук получится у меня нафармить да даже чуть-чуть побольше выходит у нас там еще пять попыток неужели 300 будет о да ну почти 300 а нет не почти а 300 ровно получилось ну что ж друзья я могу сказать и я думал что сейчас пойдем немножечко повеселимся а тут видите ли еще два дня ну если не считает сегодня четверг и пятницу как бы отправной точкой ну тогда да получается два дня но на самом деле должен один день сегодняшний уже не считается хотя он только начался ладно друзья мои тогда у нас есть надеюсь еще шанс все-таки побороться за топчик очень бы хотелось потому что у нас 380 осколков в любом случае даже если друзья мы не попадем с вами в топчик да если мы там это нам нужно всего лишь 20 осколков всего лишь 20 осколков это ну если посмотреть 20 осколков это начинается у нас с лиги сегунов вот 25 осколков но я сомневаюсь что мы с тобой останемся на лиге сегунов одна звезда как минимум будет лига мастеров а уж какая там по звездности посмотрим как с работой ну что друзья мои а на этом все всем удачи и до новых скорых видосиков что чтобы очень так 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 так